Винапа Все вокруг переставало существовать для него. Родители принца и все вокруг говорили, он единственный наследник и до сих пор не интересуется делами государства. Он поглощен музыкой. Что же будет? В это время Будхаппа, Йогин, далеко ушедший путем Будды, посетил молодого принца и произвел на него огромное впечатление. Принц оказал ему почести и благоговейно разговаривал с ним. Во время беседы Йогин спросил, не хочет ли принц практиковать дхарму. Тот ответил, о учитель, я не могу расставаться с инструментом, если есть способ медитировать, не оставляя игры на вине. И я согласен. Учитель дал ему посвящение, сводящее вместе все, что еще не сошлось. И сказал, не проводи различий между тем, как ты произносишь звук, и тем, как слышишь его. На самом деле, это один и тот же опыт. Медитируй на это единство. Принц медитировал 9 лет и полностью отчистил свой ум. В опыте, подобном огню светильника, он обрел ситхи Махамудры и развил в себе способность безграничного понимания. Став известен как Йогин Винапа, он учил собирающихся для этого жителей городов, Гхахури, тысячам доктрин Будды. Он оставил описание своего пути и в теле Челлои, в этом самом теле, ушел в ясный свет.